Привет, меня зовут Ангелина. Всем привет, меня зовут Андрей Медведев. Привет, меня зовут Катя, но сейчас благодаря восьминедельному тренингу Алисы Макарова я более известна как царица Беская. Итак, меня зовут Ольга Сацук. Как я узнала о тренинге? О тренинге восьминедельном Алисы Макаровой я узнала от подруги. О тренинге Алисы Макаровой я узнала через группу Infinity. Как я узнала о тренинге? Я узнала через знакомых. В общем, я вконтакте наткнулся на новость и там была информация про тренинг Алисы Макаровой. Сидела я как-то вконтакте, листала новости, тут Алиса постит. Хочешь построить бизнес в Санкт-Петербурге? Я такая, да. Пишу сразу личное сообщение, говорю, Алиса, я хочу на твой тренинг. Ну так, приходи. И я пошла к ней на 7-часовой тренинг-старт. Взяла с собой подругу. Мы приняли решение, что в субботу провести 7 часов за веселым или полезным, или веселым полезным тренингом это здорово. И мы пошли. Вот, сначала я пошла на однодневный тренинг. Я ничего не ждала. Мне было просто интересно. Хотелось что-то новое для себя узнать. Какие-то, может быть, психологические штуки для себя открыть. Я пошла сначала на 7-часовой тренинг. И там тренер нашей Алиса все подробно рассказала, как будет проходить восьминедельный сам тренинг. Дала волшебного пендаля, которого так не хватает многим. Просто взять и начать делать, а не только собираться. Это меня действительно сподвигло пойти на восьминедельный тренинг, о чем я вообще ни минуты не жалела. Как прошел однодневный тренинг? Там было много людей. Все рассказывали свои истории. Я так послушала. Послушав всех, понимают, что у меня не самая плохая история. Я еще молода. Я могу создать сейчас и буду собой очень гордиться, потому что, когда рядом сидят сорокалетние с такими же результатами, ты как-то чувствуешь себя. Ну, ты молодец хотя бы. На тренинге было очень интересно. Ну, 7-часовой он вообще не такой, как тот тренинг, про который я буду в основном рассказывать. Он довольно лайтовый, такой очень по любви, аккуратный. Тебе просто корректирует какие-то твои привычки, дают советы, как ты можешь повысить свою личную эффективность, прорваться. И с набором каких-то рекомендаций, инструментов ты уже можешь двигаться дальше. На тренинге было очень весело, очень задорно. Мы все время смеялись, все время хихикали. И вышла я оттуда с ощущением, что, в принципе, все реально, все возможно, все, что ты хочешь, у тебя может получиться. И меня очень сильно зажгло это ощущение. Прям очень зажгло. Потом, в конце 7-часового тренинга, ребята начали подходить и спрашивать, а будет ли тренинг проходить длинный. На протяжении 8 недель Алиса предложила, сразу зажглись этой идеей несколько человек. Я так подумала, да не, не пойду. Меня очень сильно зажгло именно вот это 7-часовое. Там думаю, все, сейчас классно. Реально большой толчок дало. Я сразу начала делать объявления, сразу пошли отклики. В общем, я решила, что все-таки мне надо это прожить. Пошла на 8-недельный тренинг. Но после тренинга я поняла, что я зажглась, и мне хочется дальше и дальше продолжать над собой работать. Потому что Алиса много дала таких интересных штук, которые заставляют задуматься, во-первых, о своем развитии как личности, о том, как ты себя реализуешь в какой-то либо деятельности. И я стала много-много думать об этом, взмышлять. И решилась пойти на 8-недельный тренинг. Ну, было интересно, яркий день. И на этом 7-часовом тренинге мы узнали, что Алиса также проводит 8-недельный тренинг психологический по бизнесу. И фактически, мне кажется, 90% людей, которые присутствовали на тренинге, они зажглись этой идеей, захотели в этом поучаствовать. И я помню, как сейчас, что Алиса говорит, что, ребята, это жопа, это будет полный трэш, никто не будет за вами бегать и сюсюкаться с вами, и мы не будем сидеть по 8 часов в медитации, в позе лотоса. Но она нашла те слова, эти инструменты взаимодействия с нами, с нашей будущей командой, что мы очень зажглись, и хотя у людей были командировки, близились майские, у всех были уже свои планы, но мы решили, что нам это очень нужно. Насчет сомнений, конечно же, были, но тут еще роль сыграла, что с Алисой я уже работал, и, в принципе, доверяю этому человеку. Из сопротивления, которое я встречал среди своего окружения, в принципе, не было. Я советовался с женой Машей, но она сказала, что да, иди и пробуй, тебе это, скорее всего, поможет. Мои личные сомнения, ну, как бы, да, были. Вот, все-таки решил попробовать. Когда начался 8-недельный тренинг, самое начало было очень жестким, то есть нам нужно было менять полностью свой режим дня, свои планы, что мы делаем, и непосредственно идти по своей нише, которую мы выбрали. Нас предупредила Алиса, что это будет жестко, жестко в плане дисциплины, в плане организации, в плане решения каких-то проблем, то есть нужно будет решать задания, и это делать надо будет очень, очень быстро. Вот, соображать надо будет очень быстро. И я согласилась, потому что я уверена в своих силах, вот, и также мне хотелось для себя что-то, открыть вселенную для себя хотелось, в общем. Сначала все так же было смешно, весело и задорно, мы сидели, хихикали, потом мы начали объяснять правила, и мы были немножечко в ужасе от происходящего. Первая неделя для меня прошла очень нервно, очень стрессово, я все время боялась ошибиться где-то, и, в принципе, еще изначально, когда мы сидели и выбирали себе, точнее, судьба выбирала моих партнеров, я была уверена, что я не дойду до конца, что, вероятнее всего, меня выгонят, потому что чаще всего так происходило в моей жизни до этого, что я не доходила до конца. С чего он начался? Ну, начался он с приемки правил, расписания, знакомства и партнерства. Катю, которая попалась мне в пару, еще с первого тренинга я подумала, блин, ну, приходят же люди, которые, ну, нифига не делали вообще, и как раз с этим человеком я попадаюсь в пару. Ну, собственно, ко мне было тоже отношение примерно такое же, ну, там, со своими, ну, с небольшой разницей. Но в итоге мы стали классными партнерами, даже когда нас потом перемешали, мы все равно не прекращали общаться. Я познакомилась в тренинге с ребятами, у нас всего было 11 человек в группе, мы поделились на команды и начали, в общем, изучать друг друга. Мне было в первый этап очень сложно, потому что я доверяюсь людям не очень быстро. Мне нужно время, чтобы узнать человека, узнать команду. Сначала я, в общем, не вливалась в процесс. Тренинг начался, вот, и первое, что нам пришлось сделать, поработать над собой. У нас были ранние звонки, и это не в обычном понимании, что нужно там позвонить, скольки до скольки, а именно нужно минуту в минуту звонить. Кто-то даже на первых звонках уже не справлялся. Но потом потихоньку все втянулись. С ранними озвонками, в принципе, я смирился быстро. Для меня это не было каким-то шоком, так как я, работая на двух работах, стою рано. Да, через две недели я была вторым человеком, у которого был срыв. И, соответственно, первый же день, естественно. И, соответственно, на следующей неделе я уже сидела на прекрасном, горячом, но и любимом барном стуле. Да, где этот срыв разбирали. Мне казалось, что, господи, какая ерунда, это всего лишь опоздание, тем более мы опоздали минуты на две. Но на самом деле нет. После этого, ну и вообще в ходе тренинга, ко мне пришло очень четкое осознание, что ничего и никогда не бывает таких ситуаций, которые происходят в жизни просто так. Мы должны были каждый день выполнять какие-то планы. Это было очень тяжело, потому что непривычно, страшно. Очень жутко страшно было. Но мы смело шли, и мне очень стало легко это делать, выполнять планы шаг за шагом, потому что нам сначала все это объяснялось, раскладывалось по полочкам, и потом уже мы это внедряли. Начался тренинг, все было очень интересно, все было очень новое, и было прямо физическое ощущение, что ты себя ломаешь. Вот чистая такая физика была. Я начала работать сначала с массажами, я хотела заниматься массажами, но потом я передумала, начала продавать после этого зеленый антицелинный гель, и как-то тоже все пошло не так, и потом поняла, что нужно заниматься тем, что ты действительно любишь. А на самом деле, действительно, искренне я люблю этот таро. Сам тренинг для меня, я ожидал, что он будет только по бизнесу, но, как оказалось, он будет больше психологический, и мне, наверное, надо было именно больше этого. Мои слезы были в тренинге первыми. Да, наверное, поэтому у меня был такой сильный прорыв, потому что, когда мы пришли на тренинг, и нам говорили, что за эти 8 недель вы проживете 5 лет. Я говорю, ну что за бред? Ну, наверное, да, они будут яркими эти 8 недель. Но это действительно так, потому что события, их было, во-первых, очень много, не только по тренингу, в личной какой-то жизни происходило все так ярко, интенсивно, и я все это очень там отслеживала. И, например, то, что прошло 2 недели назад, у меня есть ощущение, что это было год назад, потому что событий за эти 2 недели было так много. То, что касается тренинга, эти 8 недель, у меня было четкое ощущение, как будто это не 8 недель, а, не знаю, 5-6 лет. Потому что каждая неделя, при том, что у нас было только 2 встречи, мне казалось, что я постоянно онлайн, все время нахожусь в тренинге, и что я тренируюсь, я проживала очень много моментов, очень много интересных событий происходило, и, в принципе, меня покорило то, что 10 людей, абсолютно для меня незнакомых людей, с которыми в обычной жизни я вряд ли стала общаться, стали моими друзьями, стали моими близкими людьми, я начала узнавать их, узнавать, кто они, и это было так странно, и слово «принятие», оно очень четко вошло в мою жизнь. В рамках тренинга у нас прорабатывалась командная тема, то есть мы по жребию попали в какие-то команды, также у нас были партнеры, то есть это 2 человека, которые должны были взаимодействовать друг с другом. Мы прорабатывали эти моменты, и получилось, что если проецировать этот на жизнь, мы научились, наверное, взаимодействовать с любыми людьми, потому что на тренинг попали все настолько разные. Для меня что было сложно? Собственно, само партнерство, это было для меня дико, потому что я не представляла, как можно сосредоточить человека, который совсем не сосредоточен ни на чем. И для меня это стало большим уроком, что к любому человеку можно найти подход, и главное заинтересовать. То есть когда мы нашли все-таки нужное направление, нужную нишу, все сразу пошло как по маслу. Все приходит с опытом, и я верю, что где-то через полгода точно все будет очень сильно круто. У кого-то из психологов есть фраза, что даже один самый простой, казалось бы, человек интереснее всех книг в мире. Ну, я действительно с этим согласна. Да, и с любым человеком можно найти подход, потому что когда я пришла на тренинг, люди меня откровенно побаивались. Одна из девушек сказала, что я всегда боялась встретить такого человека, как ты. Мне казалось, что такие персонажи существуют только на видяшках из Ютуба, а вот, собственно, ты бегаешь, прыгаешь, валяешься по полу в перерыве. Я брала только от этого тренинга какие-то инструменты именно. Инструменты, как делать бизнес, как себя проявлять в социуме. Но с командой я не особенно взаимодействовала. Со временем я поняла, что без этого никак. Никак не справиться с личными проблемами. То есть мне это мешало делать бизнес. Я себя преодолела. Нашла общий язык с командиром своей мини-команды. Нашла, собственно говоря, язык с каждым из членов команды. В конце стало намного легче, потому что и к коллективу привыкла. И в бизнесе все стало понятно, что вообще происходит, к чему я иду. Но и появились клиенты. Много клиентов мне звонили. Я с ними работала, получала за это деньги. Это уже приятненько. Да, что было сложно в тренинге. Самым сложным, конечно, было переключаться. Не просто бегать, прыгать, веселить людей, а иногда собираться и включаться в работу. Это нужно было делать иногда в течение секунды. Это было сложно. Что еще было сложно? Было сложно говорить о своих чувствах и вообще признать, что они у меня есть. Потому что образ темной, холодной сучки был мне очень близок. Но, к сожалению, при таком подходе невозможно построить грамотные, какие-то глубокие, прочные, надежные отношения с людьми, как личные, так и партнерские, по бизнесу. Для меня важно было именно прожить вариант с упрощенными мыслями, наверное. Потому что все намного проще. У нас в тренинге, собственно, Алиса Макарова говорила о такой штуке, что не усложнять себе дорогу, а все-таки искать пути проще. Пройдя тренинг, овладеваю этими навыками, как справляться с психологическими состояниями, которые мешают двигаться вперед. И я считаю, что это большой плюс этого тренинга. Вот та пружина, про которую Алиса говорила, что она у вас появится и сначала сожмется и будет в течение тренинга растягиваться. И чем сильнее она растянется, тем сильнее будет результат. Вот эту пружину, я ее чувствую ежедневно, я с ней просыпаюсь. И вот она не дает мне вообще сидеть на месте, потому что я начинаю чувствовать, как уходит время. У меня появилось вот это чувство времени, и что его можно использовать на что-нибудь более интересное, чем просмотр сериалов или бесконечные бесполезные разговоры с подружками. Конкретные плюсы. Я перестала заморачиваться. Вообще перестала говнокопание. И я поняла, что там говно не образуется, если в нем не копаться. Ну это супер. Это очень помогает, потому что ты тогда просто начинаешь и делаешь. А они, а буду ли я делать, а получится ли это, а может и говно. В любом случае просто надо пробовать, а потом ты поймешь, говно это или не говно. Или в любом случае с любого говна можно сыпить конфеточку. В принципе сейчас вот, когда тренинг закончился, я продолжаю двигаться. И не только по инерции, но я продолжаю выполнять планы, я двигаюсь по своей нише и выполняю дальнейшие все манипуляции. Все инструменты, которые нам наш тренер давала, они все пригодились, потому что в моей нише подход должен быть с разных сторон к бизнесу. И нужно пробивать везде, где только можно, а себе дорогу. Поэтому всем этим я пользуюсь. Все это мне помогает. Спасибо большое. Если бы не тренинг, я бы скорее всего не открыла учебно-музыкальный портал Фермата, который я открыла, собственно говоря, благодаря этому тренингу. Потому что много факторов разных. То есть ты не знаешь как, ты не знаешь с какой стороны подойти, как начать. И просто заставить себя это сделать. Но так как у нас были сроки, у нас были задания, и нужно было сделать к определенному времени какое-то определенное задание, я сразу же справилась с этим. И да, я открыла свою группу ВКонтакте. Она называется Павлина, интернет-магазин волшебных вещиц. И там я пишу статьи на разные темы, эзотерические, также мои друзья и все желающие люди пишут там статьи. И через эту группу люди находят меня, и мы с ними встречаемся, я им гадаю. И в принципе это приносит мне массу удовольствия. Перед тренинг... Ну, то, что тренинг мне этот попался, скажем так, не случайно, это 100%, потому что я была на таком перепутье. Вот прям лист мой белый, ну, он полностью обнулился. И это было очень страшно. Но благодаря тренингу я теперь понимаю, ну, что есть куда двигаться. И самое главное... Да, я в самом начале пути, но этот путь есть. Мне очень страшно, безусловно, что будет дальше, я не знаю, там, справлюсь ли или нет. Но появилась такая важная вещь, как вера в себя и уверенность в том, что есть руки, есть ноги, есть голова и есть люди рядом. То есть есть все ресурсы для того, чтобы иметь все, что ты хочешь. У меня не было клиентов вообще. Я недавно переехала в Санкт-Петербург. Если у меня был стандартный набор, там, из 20 клиентов во Владивостоке, которых я могла дернуть, там, когда у меня появлялось свободное время, то здесь я приехала на абсолютный ноль. Ну, на чистый лист. Это тоже, на самом деле, это классно, потому что я представляю, как бы это делалось в своем городе. Это было бы сложнее, потому что старые установки сильно бы долбили в голову, их было бы сложнее выкинуть. А поскольку переезд – это стирание всего, то очень классно, что старт именно такой. Что касается бизнеса, Алиса нам дала много инструментов, но единственное, что лично я не смог до конца в рамках тренинга проработать. То есть у меня сейчас есть направления, несколько там, в которых я буду двигаться. Но это тоже считаю плюсом. Алиса, она на каждом этапе, на каждой неделе, на каждой встрече она поддерживала. И даже когда очень сильно не хотелось ничего делать, очень хотелось выспаться, очень бесило, что ты спишь там шесть часов полноценно, потом все равно ты что-то делаешь. Она всегда помогала, всегда поддерживала. И я считаю, что на тренинг нужно идти больше на тренера. То есть в зависимости от того, есть у тебя коннект с человеком или нет, ты пройдешь или не пройдешь этот тренинг. Я нашла, собственно говоря, язык с каждым из членов команды. И с Алисой тоже, Макаровой. Я ее узнавала изо дня в день. И она для меня тоже открывалась как личность, потому что до этого я ее знала плохо. Алиса с Макаровой с нами растет. И я уверена, что в дальнейшем она будет какие-то пункты подправлять, что-то добавлять в этот тренинг. И он будет становиться все лучше и лучше, потому что в любом случае тренер с нами учится. Это самое главное. Что мне очень понравилось, это возможность постоянно личных встреч. Что ты всегда можешь позвонить Алисе, и когда у тебя начинаются какие-то затыки, паника, усталость, страхи. Или у тебя просто что-то не получается, ты звонишь ей, вы встречаетесь, и она раскладывает тебе четко все по полкам, и у тебя все получается. И то же самое касательно инструментов ниши. Она дала все инструменты, которые мне помогли, помогают и будут помогать в том, чтобы добиться всего того, чего я хочу добиться. Мне тренинг дал очень много. И те люди, которые смотрят на это с насмешкой, говорят, что полный бред, и лучше бы вы занялись чем-то серьезным каким-то делом, нашли бы себе по второй работе, раз вам так хочется денег. Я несколько бы с ними поспорила, потому что те изменения, которые я вижу в себе, я вижу в людях. Например, моя лучшая подруга за 8 недель превратилась из ребенка, не способного сказать «нет», сильного, уверенного в себе человека, который действительно создает свою жизнь, лепит здесь и сейчас. И если вдруг я слышу со стороны или от кого-то, что тренинг может быть неэффективным, он будет неэффективным в том случае, если вы пришли и настроили себя на то, что он неэффективный, и я, собственно, пришла доказать себе это, тогда он будет неэффективным. А если вы пришли и хотите взять что-то от него свое, я говорю еще раз, я ничего не ждала от него, но я не жалею ни одной минуты, которую провела вот с ребятами, с Алисой, ни одной минуты не жалею, потому что он меня научил, в первую очередь, доверию, это вот для меня очень важно. У меня наладились отношения личные после этого тренинга, я уж не знаю, благодаря ему или нет, но я все-таки делаю на это, так сказать, большой акцент. Я очень-очень много шла в свой страх практически постоянно. Страх звонить людям, которых я считаю более авторитетными, чем я, страх показаться какой-то глупой, какой-то не очень умной. Вот через все-все-все свои страхи я проходила, и я специально шла как-то в это ощущение, в эти эмоции, специально, чтобы все это проработать, потому что это действительно очень сильно мешает мне жить. И для меня было принципиально и очень важно дойти до конца. Очень важно. И как бы я шла до конца. Советовать этот тренинг людям, неподготовленным, я бы не стала. Я бы стала его очень рекомендовать, потому что 8 недель, мне кажется, во-первых, восьмерка, такое число интересное, перевернутая бесконечность. Это не много и не мало. Это не то время, которое жалко потратить. Это не 5 лет высшего образования, которое, или уже 6, кажется, которого действительно может быть жалко, если ты занимаешься нелюбимым делом. Я считаю, что этот тренинг – это прорыв, и не нужно относиться к нему, очень важно не относиться к нему, как в бизнес-школе. То есть, если вы просто хотите построить бизнес, то, вероятно, что нужно идти в какую-нибудь бизнес-школу, потому что вы не просто строите бизнес, вы в первую очередь строите себя, как человека, как личность. Это очень круто, потому что я не могла поверить, что за 2 месяца можно так сильно поменяться и стать настолько, не то что другим человеком, просто более лучшим вариантом себя, наверное. Я, правда, всем своим друзьям буду советовать пройти его, потому что меня это поменяло. И в самом начале Алиса сказала, что, возможно, для кого-то из вас этот тренинг будет самым ярким впечатлением в жизни. Тогда я подумала, о боже, наверное, у людей должна быть очень скучная жизнь, чтобы какой-то 8-недельный тренинг с кучкой незнакомых людей был для них самым ярким впечатлением в жизни. Ну, чего боялись, на то и напоролись, это действительно стало для меня самым ярким впечатлением в жизни, потому что столько эмоций, радости, страха, переживания я не испытывала никогда в жизни и так крепко не спала уже очень давно. Я действительно делала вещи, которых я очень боюсь, очень сильно боюсь. Публичные выступления, например. Высота, да, я забиралась высоко достаточно, это очень сильно пугает. Но это все прорывает. Я не знаю, как это работает, я не знаю, почему, но оно действительно работает. Ты так сильно меняешься, и это так круто. И сейчас наш тренинг подошел к концу, но я чувствую, что это только начало, потому что я думала, что у меня закончится тренинг, и я буду недельку лежать, высыпаться, расслабляться, но этого вообще не происходит. Мы продолжаем двигаться, мы все время, где-то мы все время что-то делаем. И у меня наконец-то появилось ощущение того, что я действительно живу, что я не просто просыпаюсь утром, что-то делаю зачем-то, а у меня есть четкая цель, к которой я иду каждый день, и это очень здорово. И всем советую этот тренинг, потому что реально, ну, не сдвинуться самому с одного места. Даже если там возьмете друзей, кого-то себе в помощь, ну, это не тот эффект совсем. Здесь реально нужно делать свой бизнес самому, и реально делать шаги, которые тебе говорят, как сделать, тебе нужно их просто сделать. Но если есть щемящая жажда внутри что-то изменить в своей жизни, но ты не знаешь как, тренинг Алисы Макаровой 8 недель, это оно. Вот я прям гарантирую 100%, что поможет. Поможет. Обязательно на 100% идите и не сомневайтесь. Я бы посоветовала, если даже не хотят открыть бизнес, потому что меня многие спрашивают, очень часто мне задают вопрос, ты же прошла тренинг, Макарова, стоит идти, я там из другого города, а может не приезжать. Я просто сразу говорю, однозначно приезжать, потому что по бизнесу было там процентов 40, остальное, именно самый главный человеческий затык, в основном в человеческих мыслях. И эти мысли дрессировать надо уметь. И я сама это не смогла сделать. То есть Алиса хороший психолог, и направляла, когда надо. Приходите на время, когда Алиса Макаровой.